Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришла новенькая участница Кристина. Девушке 19 лет, она из Череповца. Занимается боксом. Она пришла к Иосифу Аганесяну и пообещала, что заберет его у Саши Черно. Также она хочет стать второй Рапунцель. Ну а саму Ольгу Рапунцель хочет убрать с проекта. Стало известно, зачем нужен был отъезд Захара Соленко и Лизы Триандафелиди на остров любви. Руководствователям проекта просто не хватает жилых помещений для всех участников. Ведь недавно вернулась на поляну семья Блеменкранцев в полном составе. И жилья для их размещения просто не оказалось. Иосиф Аганесян обвинил Машу Кахно в попытке соблазнить его. Оказывается, она приставала к парню после очередной закрытой вечеринки. Маша взбесилась от такого заявления. В сети появились слухи о том, что Лиза Триандафелиди под носом у Ольги Орловой. Блиртует с ее бойфрендом Евгением Кривенко. Молодой человек является также стилистом Орловой и везде сопровождает ее даже на Сейшелах. Лилия Четрару после расставания с Сергеем Захарьяшем написала Глебу Жемчугову и они снова хорошо общаются. Глеб хочет встретиться с девушкой за периметром, а Сергея он назвал козлом, потому что он изменяет Лилии и строит недостойные отношения. Никита Кузнецов возил Дарину Маркину на очередную фотосессию. Как можно ее не любить, пишет он про свою девушку. Ольга Ветер приняла участие в необычной фотосессии в космическом стиле, причем полностью раздевшись. Это только фото с телефона, профессиональные же снимки она покажет чуть позднее. Руслана Мишина обвинила своего бывшего молодого человека в измене. Позор тому, пишет она, кто чпокается направо и налево, расставшись недельку назад. Ненавижу. Вышла замуж бывшая участница проекта Варя Третьякова. Ее избранника зовут Егор. Они отметили события в кругу родных в ресторане, провели брачную ночь в отеле. Вместо традиционного свадебного платья у Вари был белый костюм. Илья Яббаров получил в подарок от проекта золотую цепь и айфон, но Илья остался недоволен. Да, действительно мне сделали подарок, я не вижу в этом ничего сверхъестественного. Я три с половиной года отдал этому проекту. И хотел бы, чтобы меня за мои заслуги благодарили машиной или квартирой. Вот это я понимаю, подарки. Дарья Пынзер делает успехи в бизнесе, она открыла уже вторую студию красоты и школу маникюра. Семен Фролов выступил на свадьбе Дианы Шурыгиной. Также на этом торжестве выступала группа Нана. Появилась информация о том, что Женя Феофилактова купила квартиру. Подробности, правда, пока неизвестны. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.